Ассаляму алейкум и рахмату Аллаху и баракату, дорогие братья и сёстры мусульмане. Я рад вас приветствовать на своём канале. Сегодня мы поговорим про возраст Аиши, да будет довольна ей Аллах во время её замужества. Казалось бы, ясное дело, почему христиане, либералы, атеисты и другие всё время поднимают эту тему. Их цель одна – опорочить посланника Аллаха, саллаллаху алейхима салям, выставив его растлителем. При этом не опираясь на какие-то объективные доказательства или критерии. Например, либералы и атеисты не видят никаких проблем в таких вещах, как гомосексуальный инцест по обоюдному согласию, зоофилия, некрофилия, свингерство или прелюбодеяние между детьми и тому подобные половые извращения. Но вдруг видят проблему в том, что 1500 лет назад девочки выходили замуж в 9-10 лет. Христиане тоже хороши. Ни Библия, ни церковные предания не запрещают ранние браки. А даже наоборот. Европейские христианские монархи на протяжении веков с благословения церкви сочетались в браке с молодыми девочками 9 или 10 лет. Все это происходило ради каких-то политических целей или же ради военного альянса и тому подобное. Но удивительно слышать риторику либералов, атеистов и христиан от шиитов-рафидитов. Ну как удивительно? С одной стороны, неудивительно, конечно же. Потому что шииты-рафидиты всегда были их прихвостнями. С другой стороны, например, сами же шииты пишут в своих собственных книгах, что девочка становится женщиной в 9 лет. Это единогласное мнение всех шиитских ученых. Но при этом, каким-то образом, они умудряются осуждать тот факт, что Аиша, да будет довольна ее Аллах, была выдана замуж за посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, в этом возрасте. Как это вообще работает? Сами же пишете, что это нормально, но осуждаете подобные браки? Не все шииты так делают, я знаю. Есть те, кто относится к этому нормально, опираясь на шариатские законы. Но в наше время постмодерна появилась прослойка рафидитов, которым, в принципе, плевать, что там говорят их книги и шариат в целом, которые осуждают и подвергают критике мусульманские предания, которые гласят, что Аиша, да будет довольна ее Аллах, было 9 лет во время начала ее супружеской жизни с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. Одним из таких либерала-шиитов является шестерка Хурмана по прозвищу Ахмад Сартир, который недавно выпустил ролик, где якобы разоблачил величайший обман, что Аиша было 9 лет, когда она начала супружескую жизнь с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. Якобы другие хадисы противоречат этому, и на самом деле, если правильно подсчитать, то ей было 18-19 лет и тому подобный бред. Сегодня мы полностью разберем все аргументы в его ролике, выявим его невежество и тупость, а также приведем доводы из шиитских книг, которые свидетельствуют о правдивости тех мусульманских преданий, которые гласят, что Аиша было 9 лет во время начала ее супружеской жизни с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. Ученые мусульман, начиная со времен Таби'инов и заканчивая нашим временем, единогласны, что Аиша, да будет довольна ее Аллах, было 6 лет, когда Абу Бакр выдал ее замуж за посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, и 9 лет, когда она начала уже жить с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. В этом вообще нет никаких разногласий. Никто никогда не ставил этот факт под сомнение. Почему? Потому что это достоверно приходит от самой Аиши, да будет довольна ее Аллах, многочисленными путями. В этом нет никаких сомнений. И кто отрицает слова Аиши, да будет довольна ее Аллах, совершает сразу два преступления. Во-первых, он обвиняет во лже жену посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, выставляя ее какой-то лгуней, которая по какой-то непонятной на то причине решила солгать о своем возрасте. Вот объясните мне логически, зачем это нужно было делать? В чем был смысл подобного действия? Вот вы бы солгали о возрасте своего замужества. Нет? А почему тогда причистая жена посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, должна это делать? Вы вообще в своем уме, когда вы отрицаете то, что она сама же и рассказывает? Вы вообще чем думаете? И думаете ли вы вообще? Во-вторых, вы ставите под сомнение вообще все достоверные предания, которые существуют внутри исламского наследия. Если хадис о возрасте Аиши, по-вашему, недостоверен, хотя он пришел по достоверному Иснаду, то встает вопрос, какой еще хадис, который пришел по такому же Иснаду, или же похожему Иснаду, недостоверен? И как теперь вообще определять, какой хадис является достоверным, а какой нет? Вы понимаете, что вы подрываете все исламское учение, называя недостоверным хадис, который пришел достоверным образом? С такими мусульманами нам и враг не нужен. Мой совет таким людям. Перестаньте испытывать этот комплекс неполноценности перед кафирами, которые вообще не имеют какого-то морального права даже заикаться о причистом браке между посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям, и Аишей. Ни у христиан, ни у либералов, ни у атеистов, ни у кого-то еще нету никакого объективного довода, что их брак был чем-то из ряда вон выходящим. У Аиши, на секундочку, были родители, был отец, была мать, и они следили за тем, чтобы она была готова к браку с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. И мы это знаем по достоверному хадису. Привел имам Ибн Маджа во своем сунане со слов Аиши, что она сказала, «Моя мать лечила меня, чтобы я набрала вес, желая, чтобы я вошла в дом посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям. И это не продолжалось долго, пока я не стала кушать финики с огурцами. Поэтому я набрала вес наилучшим образом». Шайх Шуайб Аль-Арнаут говорит, что данный хадис является достоверным. Родители Аиши, как мы видим, прекрасно осознавали, что их дочь должна быть готова к браку, как морально, так и физически. Поэтому мать Аиши лечила ее и кормила ее таким образом, чтобы она набрала вес и была пригодна к этому браку. И брак Аиши с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям, вообще-то был очень счастливым. Аиша с теплотой в душе и со смехом вспоминала о своем муже, потому что посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, был наилучшим человеком в отношении своих жен. Имам Ахмад во своем мусснаде приводит со слов Аиши, что она сказала, «Пророк, салаллаху алейху вассалям, целовал некоторых своих жен, а затем выходил на молитву, не возобновляя омовение». Тогда Уруа спросил ее, «Кто же это, если не ты?» И тогда она засмеялась. Почему Аиша засмеялась? Потому что под некоторыми женами она имела в виду себя. Посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, целовал ее и выходил на молитву, не возобновляя омовение. Вот с такой теплотой в душе Аиша вспоминала о своем супруге, посланнике Аллаха, салаллаху алейху вассалям, который был идеальным мужчиной, о котором любая женщина могла только мечтать. Ну и на всякий случай я приведу некоторые доказательства о возрасте Аиши, чтобы ни у кого не осталось сомнения. О брачном возрасте Аиши, да будет довольный его Аллах, передают сразу три таби'ина. Начнем с Урвы ибн Зубейра. Привел имам Аль-Бухари во своем сахихе со слов Урвы ибн Зубейра от Аиши, да будет довольный его Аллах, что пророк, салаллаху алейху вассалям, женился на ней, когда ей было шесть лет, а привели ее к нему, когда ей было девять лет. Затем она жила с ним в течение еще девяти лет. Как мы видим, Урва ибн Зубейр, а это внучатый племянник самой Аиши, передает от нее самой, что ей было шесть лет при замужестве и девять лет, когда посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, забрал ее в свой дом. Следующий у нас Аль-Асвад. Привел имам муслим во своем сахихе со слов Аль-Асвада от Аиши, которая рассказывала, что посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, женился на ней, когда ей было шесть лет, и забрал ее, когда ей было девять лет, а когда он умер, ей было восемнадцать. Как мы видим, Аль-Асвад передает от Аиши один в один то, что передал Урва ибн Зубейр. Поэтому нет сомнений во достоверности этих слов. И, наконец, последний у нас, это Абусаляма ибн Абдуррахман. Привел имам Аль-Насаи во своем сунане со слов Абусалямы ибн Абдуррахмана от Аиши, которая сказала, посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, женился на мне, когда мне было шесть лет, и забрал меня, когда мне было девять. И опять же, то, что передает Абусаляма ибн Абдуррахман от Аиши, совпадает один в один с тем, что передают Урва и Аль-Асвад. Поэтому нет сомнений, что Аиша действительно сказала эти слова. И нет никаких объективных причин не верить этим трем хадисам, объявлять их ложью и ослаблять их иснаны. Меня больше удивляет тот факт, что сами шииты передают во своей главной книге Аль-Кафи, что Аиша была 10 лет, когда она начала совместную жизнь с посланником Аллаха, салаллаху алейху вассалям. И после этого некоторые шииты умудряются отрицать этот факт. Привел Аль-Кулейни во своей книге Аль-Кафи со слов Исмаила ибн Джа'фара, а это сын Джа'фара-с-садыка, непорочного имама в кавычках, что он сказал. Воистину посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, зашел к Аиша, когда ей было 10 лет, и не заходят к девушке, пока она не становится женщиной. Аль-Маджлиси назвал данный хадис достоверным во своей книге Мир-Ат-Аль-Укуль. Также говорит один из крупнейших шиитских ученых, историков и муфассиров, Аль-Фадл ибн Хасан Ат-Табраси, который умер в 548 году по хиджре, в своей книге И'лам Аль-Вара. Третья жена, Аиша, дочь Абу-Бакра. Пророк, салаллаху алейху вассалям, женился на ней в Мекке, когда ей было 7 лет, и он не женился на какой-либо девственнице, кроме нее. Зашел же он к ней, когда ей было 9 лет, через 7 месяцев после приезда в Медину. Прожила же она до халифата Муауи. Как мы видим, ранний шиитский ученый-историк пишет то, что совпадает с тем, что мусульмане передают со слов самой Аиши. И клянусь Аллахом, я не знаю ни одного раннего шиитского историка, который отрицал бы, что Аиши было 9 лет. Этот феномен на самом деле является новым. Шииты начали отрицать этот факт лишь из-за того, что кафиры из числа христиан, либералов и атеистов начали атаковать ислам из-за этого вопроса. И вместо того, чтобы объяснить этим кафирам, что у них нет никакого морального права осуждать посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, из-за этого брака, потому что ни в христианстве, ни в либерализме, ни в атеизме нет запрета ранних браков, шииты начали обвинять во лжи саму Аишу, да будет довольна ей Аллах, и обвинять ее в том, что, мол, она хотела опорочить посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям. Ауизу билляху. Ауизу билляху. И поэтому все эти истории, о том, что она вышла замуж в 7 лет, история о том, что она была девой, история о том, что она была самой любимой, история о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, умер у нее на коленях. Все эти истории являются наговором на посланника Аллаха, салаллаху алейху вассалям, и являются ложью и неправдой, выдуманной самой Аишей. Клянусь Всевышним Аллахом, все, кто обвиняет Аишу во лжи из-за этого вопроса, Всевышний Аллах спросит вас в судный день и накажет вас за вашу клевету. Поэтому либо кайтесь, либо будьте готовы гореть в огне. Еще один факт, который удивил меня, учитывая то, что некоторые шииты осуждают возраст Аиши во время замужества, это то, что согласно единогласному мнению шиитских ученых, возраст совершеннолетия женщины это 9 лет. И именно в этом возрасте, как они пишут, девушка становится женщиной и ей дозволено выходить замуж. И этот факт передается в огромном количестве от непорочных имамов. Давайте я приведу некоторые хадисы для подтверждения, а затем вдобавок слова некоторых шиитских ученых. Первый хадис привел Аль-Кулейни во своей книге Аль-Кафи со слов Абу Абдуллаха, что он сказал. «Если мужчина женился на девушке, а она маленькая, то он не заходит к ней, пока ей не исполнится 9 лет». Аль-Маджлиси в Амиралту-Люхул назвал данный хадис достоверным. То есть, согласно этому достоверному хадису, мужчина может пожениться на молодой девочке, но не имеет права начинать с ней супружескую жизнь, пока ей не исполнится 9 лет. Второй хадис привел Ас-Саддук в своей книге Аль-Хайсаль со слов Абу Абдуллаха, что он сказал «Граница достижения зрелости женщины – это 9 лет». Мухаммад Ас-Саф Аль-Мухсини назвал данный хадис похожим на достоверный во своей книге Худуд Аш-Шари'а. То есть, как только девочке исполняется 9 лет, она становится женщиной, согласно этому достоверному хадису от непорочного имама. Третий хадис привел Аль-Кулейни в своей книге Аль-Кяфи со слов Абу Джа'фора, что он сказал «Когда девушка достигает 9 лет, то она перестает быть сиротой, на ней женится и на ней устанавливаются полные хадды», то есть, предписанные шариатские наказания. Мухаммад Ас-Саф Аль-Мухсини называет данный хадис достоверным во своей книге Худуд Аш-Шари'а. Как мы видим, еще один непорочный имам подтверждает, что 9 лет – это граница совершеннолетия для женщины. Именно в этом возрасте она становится взрослой и может выйти замуж и жить полноценной супружеской жизнью. Теперь, что касается слов шиитских ученых. Один из крупных шиитских ученых Хур Аль-Амили назвал одну из глав в своей книге «Васа-Илю-Щиа» таким образом. Глава о том, что не дозволено заходить к жене, пока она не достигнет 9 лет. То есть, если она достигнет 9 лет, то можно. Также один из крупнейших шиитских ученых современности Али Ас-Систани говорит в одной из своих фетв «Признаком совершеннолетия женщины является достижение 9-летнего возраста по лунному календарю». Как мы видим, согласно достоверным шиитским хадисам и словам шиитских ученых, возраст совершеннолетия женщины – это 9 лет. Она уже воспринимается как взрослый человек с этого момента, и с ней дозволено начинать супружескую жизнь. Если у самих рафидитов обстоит все так, то я обращаюсь к тем невежественным шиитам, которые осуждают мусульманские предания о возрасте Аиши во время ее замужества. Вы сначала почитайте собственные книги, прежде чем с пеной у рта что-то вякать в нашу сторону. Еще одним крайне удивительным фактом является то, что в шиизме, согласно достоверному мнению, Фатиме на момент замужества было 9 лет, а Али ибн Абуталибу в это время было 25. И через год, когда Фатиме было 10, она родила Хасана. Я искренне не понимаю, почему у либерала шиитов нет проблем с этим фактом. Хотя по современным либеральным стандартам, которыми эти шииты руководствуются, это считается растлением. То есть они закрывают глаза и делают вид, что это нормально, когда речь идет про Али ибн Абуталиба и Фатиму. Потому что это неприкасаемые личности. А вот когда речь идет про посланника Аллаха и Аишу, то тут начинаются и обвинения, и осуждения, и издевательства, и много чего еще. Про то, какие они слова употребляют в адрес посланника Аллаха я даже не хочу упоминать. Хотя они и говорят это с точки зрения лишь допущения. А вот Аишу они легко обвиняют и во лжи, и в том, что она хотела опорочить посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и так далее. Я не представляю, какую страшную участь ждет тех, кто обвиняет во лжи жену посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Представьте этот масштаб ненависти и несправедливости в адрес Аиши, да будет довольный его Аллах. Как же легко они обвиняют во лжи жену посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И как они боятся даже рот открыть, даже плохую мысль допустить, когда речь идет про возраст Фатмы и Али во время их брака. Ведь если судить справедливо, то ведь нету никакой разницы между этими двумя случаями. Кроме того, что да, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям был намного старше, чем Али ибн Абуталиб. Но извините меня, почему это 25-летний на 9-летний вы считаете нормой? Только потому что Али была 25 лет? Ну хорошо, тогда скажите нам, где та самая граница, когда это становится ненормальным? 26, 27, 28, 29, 30? Вы можете сказать, да, да, 30. Тогда встают сразу два вопроса. Во-первых, почему именно 30? Откуда вы взяли, что именно этот возраст является границей между нормальностью и ненормальностью? А во-вторых, в чем разница между 30-летним и 31-летним? Почему это 30-летний на 9-летний это норма, но 31-летний на 9-летний это уже не норма? Укажите нам на основе достоверных шариатских и логических доказательств, где пролегает та самая граница между нормальностью и ненормальностью. Чем вы руководствуетесь, когда говорите, что брак 9-летней Фатемы на Али это норма? Но вот уже брак 9-летней Аиши на посланники Аллаха это уже не норма. Пожалуйста, укажите нам на основе доказательств, где проходит та самая граница. Что касается доводов относительно возраста Фатемы и Али, согласно шрицким источникам, то их огромное количество. Первый довод привел Аль-Кулейни в своей книге Аль-Кяфи со слов Ибн Махбуба от Хишама Ибн Салима, от Абу Хамзы, от Саида Ибн Аль-Мусайиба, который сказал, «Я спросил Али Ибн Аль-Хусейна, мир ему, сколько лет было Али Ибн Абуталибу, мир ему, в день, когда он принял ислам?» Он ответил, «Он не был неверующим вообще. Когда Аллах, всемогущий Он и Велик, послал своего пророка, Али было 10 лет, и он не был неверующим в те дни. Однако он уже уверовал в Аллаха, благословен он и возвышен, и во его пророка». Я спросил Али Ибн Аль-Хусейна, «Когда посланник Аллаха выдал Фатиму замуж за Али, он ответил, «В Медине во втором году по хиджре, и ей было 9 лет в те дни». Сделав несложный подсчет, мы приходим к выводу, что согласно этому шиитскому хадису, Али было 25 лет, когда он женился на Фатиме, а самой Фатиме было 9 лет, как сказано в этом хадисе. Второй довод. Говорит шиитский ученый Сейд Джа'фар Аль-Муртада в своей книге «Ас-сахих мин сиратун-наби Аль-А'вам». Достоверно то, что ее возраст, когда Али, мир ему, женился на ней, 9 лет. Другие же сказали, что это не так. Однако предшествовало исследование даты ее рождения, и что оно было через 5 лет после начала пророчества. Поэтому нет нужды удлинять речь об этом. Как мы видим, шиитский ученый Джа'фар Аль-Муртада признается, что Фатиме было 9 лет, согласно достоверному шиитскому мнению, когда она вышла замуж за Али ибн Абу Талиба. Третий довод. Пишет шиитский ученый-историк Аль-Фадл ибн Хасан Ат-Табраси во своей книге «И'Лям Аль-Вора». Фатиме было 9 лет в тот день, когда повелитель правоверных, мир ему, забрал ее. Как мы видим, эта информация совпадает с тем, что мы перевели из Аль-Кафи, а также с тем, что назвал достоверным другой шиитский ученый Джа'фар Аль-Муртада. И последний довод – это фетва крупнейшего шиитского ученого современности Али Ас-Систани. Вопрос. Сколько лет была госпожа Фатиме Ас-Захра, мир ей, в день ее замужества и в день ее смерти? Ответ Ас-Систани – наиболее вероятно, что она, мир ей, родилась через 5 лет после начала пророчества, поэтому в день ее замужества ей было 10 лет, а во время ее смерти ей было 18. Как мы видим, Ас-Систани говорит, что по наиболее правильному мнению в ашизме, Фатиме было 10 лет. Ну, 9-10 – не такая большая разница, но мы видели, что хадис от непорочного гласит, что ей было 9 лет. Таким образом, нет никаких сомнений и разногласий, что в ашизме, по достоверному мнению, Фатиме было 9 лет, когда она вышла замуж за Али ибн Абуталиба, а самому Али было 25. В этом разделе мы опровергнем все несостоятельные и смешные аргументы либерала-шиитов против тех исламских преданий, которые пришли относительно возраста Аиши во время ее замужества. За основу мы возьмем видео шестерки Курбана Ахмада Сартира, который собрал в своем ролике уже давно сотни раз опровергнутые и выброшенные в помойку забвения аргументы, которые вот уже десятки лет как протухли и воняют от разложения. Ахмад Сартир в привычной для себя манере решил полазить в этой помойке еще раз и вытащить все эти протухшие аргументы, которые уже издыхают и находятся на последних стадиях своей жизни. Давайте посмотрим на каждый его аргумент и дадим соответствующее опровержение. Итак, аргумент номер один. Аиша рассказывает, как Абубакр решил переселиться в Эфиопию. Значит, она была взрослая. Это книга Сахиху-ль-Бухари, хадис номер 2297. Сама Аиша рассказывает, сколько я помнила своих родителей, они всегда исповедовали эту религию. И не было такого дня, когда бы посланник Аллаха салаллаху алейху алиху асалам не заходил к нам утром и вечером. После того, как мусульмане стали подвергаться испытаниям, Абубакр, ее отец, решил переселиться в Эфиопию. Эфиобию, то есть она говорит, сколько я помнила своих Христусов, она помнит, то есть она ребенок, ребенок когда помнит, ему минимум там 6 лет, ну скажем 5 лет, да, а когда было переселение в Эфиобию, это было в 5 год после послания, давай посмотрим, в 5 год, в 5 год мусульмане начали переселяться в Эфиобию, понимаете, да, то есть по хадисам она еще не родилась, ребят, они еще, они что сделали, в Раджаб, миссис Раджаб, мусульмане поехали в Эфиобию, потом через 3-4 месяца они вернулись, было слухи, что мекки, мекканцы приняли ислам, они вернулись, такой же год, увидели, что это не так, поэтому они опять вернулись в Эфиобию, то есть Абу Бакр, если решил поехать в Эфиобию, ну, примерно в 5 или 6, или даже 7, или даже 8 год Бахиджри, где Аиша, насколько она помнила это, 6, 7, ей было 0, Если она еще не родила, ей было 1 годик, 2 годика, как она помнит это, странно, это странно Ответ, в этом хадисе речь не идет о первом переселении мусульман в Эфиобию в 5 году по хиджре, речь идет о решении самого Абу Бакра переселиться в Эфиобию. А когда это произошло? Если судить по этому же хадису, произошло это примерно в тот же год, когда мусульмане стали переселяться в Медину. Мы читаем в этом же хадисе, что Аиша говорит. А в это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Мекке. И он сказал мусульманам, поистине, я видел во сне то место, куда вы переедете. Там растут пальмы, и расположено оно между двух каменистых полей. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это, некоторые люди перебрались в Медину. Что же касается тех, кто еще раньше уехал в Эфиопию, то в большинстве своем они возвращались уже в Медину. Абу Бакр также собрался ехать в Медину, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, не спеши, ибо я надеюсь, что переехать будет позволено и мне. Абу Бакр воскликнул, неужели и ты надеешься на это? Достанет мой отец выкупом за тебя. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал да. И Абу Бакр задержался, чтобы сопровождать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и в течение четырех месяцев откармливал двух своих верблюдец листьями акации. А через четыре месяца, как нам известно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил переселение вместе с Абу Бакром ас-Саддыком. А сколько лет была Аиша, когда мусульмане начали переселяться в Медину? Правильно, ей было примерно семь лет. Поэтому в этом хадисе нет ничего странного. Все, что нужно было сделать Ахмаду Сартиру, это дочитать данный хадис до конца. Но что он сделал? Он увидел слово Эфиопия в начале хадиса и решил, что речь идет про первую хиджу мусульман в Эфиопию. В то время как если просто прочитать данный хадис до конца, мы видим, что Абу Бакр решил переселиться в Эфиопию примерно в тот же год, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел сон, что мусульмане будут переезжать в Медину. И они действительно начали переезжать в Медину. А через четыре месяца сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр совершили переселение туда же. Таким образом, Аиша была примерно 7 лет, когда эта история произошла. Аргумент номер 2. Аиша играла с куклами во 7 или 9 году по хиджре. А это невозможно. Дальше у нас есть хадис, что Аиша, это странно. Это тоже странный хадис. Это хадис в Сулан Абу Давуд, 4 932. Однажды, Аиша расскажет, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся из похода на Табук или Хайбар. Как это, Табук или Хайбар? Это два разные вещи. Разница между Табуком и Хайбар, это Табук, это в 9 год по хиджре, Хайбар, это в 7 год по хиджре. То есть, это Хайбар, это Табук, Хайбар, это разный. Ну ладно, допустим, Хайбар, ей было 16 лет по хадисам, или 18 лет по хадисам. То есть, она либо 18, либо 16, по хадисам. Что она делает Аиша в это время? В это время подул ветер, и из занавески показались кукли, с которыми обычно играла Аиша. Увидев это, посланник Аллах спросил, что у Аиша? Она ответила, это мои дочки. Дочки. Тот посланник Аллах заметил среди кукли лошадь с двумя крыльями из материи. И спросил, что я вижу там среди них? Это лошадь, она ответила. А что на ней? Она говорит, это крылья. Посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, лошадь с крыльями? Он спросил, на ответ, разве ты не слышишь, что у Салаймана была лошадь с крыльями? Тогда и осмеялся посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям. Это, когда он вернулся из Табука или Хайбар, когда ей было 18 или 16 лет, по хадисам. Что там, она еще маленькая, что ли? Хотя, по хадисам ты чувствуешь, что Аиша разумная, она много хадисов передала. Она не ребенок, ее еще 17-18 лет, как это? Ответ. В этом хадисе вообще не сказано, что Аиша игралась с этими куклами в этом возрасте. Если мы посмотрим на арабский текст, то увидим, что там сказано То есть игрушечные дочки, принадлежавшие Аиша. В оригинале не сказано, что она игралась с ними. И даже наоборот. Задумайтесь хорошо над этим хадисом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел из военного похода во Медину и зашел во комнату Аиши, которая была обвешана занавесками. Вдруг подул ветер, и из-за занавески показались куклы Аиши. И из хадиса видно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел эти куклы впервые, поэтому и спросил, что это. И даже если бы Аиша расставила эти куклы по всей комнате, то разве это было бы чем-то из ряда вон выходящим? Нет, даже современные девушки возрастом 25 лет могут обставить всю свою комнату мягкими игрушками. Это разве указывает на то, что они маленькие девочки? Нет, это просто женская натура, им могут нравиться игрушки в этом возрасте. Так в чем проблема, если Аиша в 16 или 18 лет могла хоронить в своей комнате свои детские игрушки? Нету никаких проблем. Аргумент номер три. Ат-Табари говорит, что Аиша родилась в Аджахилии. Дальше у нас книга Тарих Ат-Табари, Ибн-Ужаририн Ат-Табари, у нее есть книга, Тарих, История, и он здесь говорит, Он говорит, упоминает здесь имена жен Абибакр-Сидык. Какие его жены и так далее. Он говорит, Кутайла, первый это Кутайла. И от Кутайла у нее есть Абдуллах. То есть Кутайла, жена Абубакра, родила ему Абдуллах. И Асма, Асма бенту Абибакр. Это важно. Это было где? Это было в Джахилии. И он тоже женился в Джахилии. Умруман, это жена Абубакра, которая родила ему Абдулрахман и Аиша. То есть у Абубакра есть четыре детей, которые родились в Джахилии. Абдуллах и Асма, Абдуллах и Абибакр, Асма бенту Абибакр. И из другой матери, из Умруман, Абдулрахман и Абибакр, и Аиша бенту Абибакр. Все эти четвертые детей, они все родились в Джахилии. Из них Аиша, Джахилия, как это? Табарев по-другому говорит. То есть Табарев говорит, что они в Джахилии, то есть до послания. То есть Аиша здесь родила, в эти места, не здесь, как нам говорят по хадисам. Что-то такое, понимаешь, да? Это странно. Где-то Табарев в другом месте говорит по хадисам. Непонятно, понимаешь, да? То есть Табарев в другом месте говорит по хадисам. А здесь он говорит, когда он рассказывает по истории, нет, они все родились в Джахилии. Как это в Джахилии? Ответ. Здесь нету никакой потаницы. Просто все зависит от того, к какому слову вы относите фразу Фель-Джахилия. Давайте объясню. Вот слова имама Ат-Табари. Эти слова можно понять вот так. Все эти четыре ребенка родились в Джахилии от двух жен, которых мы назвали. А можно понять вот так. Факуллюха уля-ил-арба'а мин аулядихи вулиду мин зауджатайги фель-Джахилия аллатэйни саммайнахума Все эти четыре ребенка родились от двух жен в Джахилии, которых мы назвали. То есть слова фель-Джахилия можно связать как со словом вулиду родились, то есть родились в Джахилии, так и со словом зауджатайги. Двух жен. То есть двух жен в Джахилии. И если мы посмотрим на контекст слов имама Ат-Табари, то мы ясно увидим, что речь идет именно о женах в Джахилии. Поскольку дальше имам Ат-Табари упоминает двух жен, на которых Абу-Бакр женился уже в исламе. А это Асма бинт Умейс и Хабиба бинт Хариджа. Говорит шейх Мухаммад ибн Фарид Зарвих в своей книге «Аль-Му'арадат уль-Фикрия». Я говорю совершенно ясно из слов ибн Джарира, что Джар и Маджрур в словах в Джахилии связан с женами, а не с детьми. И также в сноске мухақы книги пишет. И основа в языке – это утверждение связки с самым близким словом, которое упоминается, устраняя любую двусмысленность. То есть фраза «филь-джахилия» стоит ближе к слову «зауджетейхи», нежели к слову «гулиду». Поэтому по правилам арабского языка первее относить это к двум женам Абу-Бакра, а не к слову «родились». Тем более сам Ахмад Сартир признается, что ибн Джарир в другом месте своей книги подтверждает, что Аиша, да будет довольный Аллах, вышла замуж за пророка салаллаху алейху алейху асалям в 9 лет. Поэтому нет никаких сомнений, что ибн Джарир не имел в виду, что Аиша родилась в Аджахилии. Он имел в виду, что Аиша родилась от жены Абу-Бакра, на которой он женился в Аджахилии. Вот и все. Поэтому здесь нету никакой путаницы, как это захотел представить Ахмад Сартир. Аргумент номер 4. Асма бент Абу-Бакр была старше Аиши на 10 лет. И она умерла в 1973 году по хиджре, когда ей было 100 лет. И если мы почитаем, то значит Аиша была примерно 19 лет, когда она вышла замуж за посланника Аллаха. Салаллаху алейху асалям. Давай продолжим. У нас Ибн Катир, китаб Аль-Бедаева Нехая, он рассказывает про Асма бенту Абиба, клин и суддик. Асма это сестра Аиша. Знаешь, они оба от Абу-Бакра, у них просто разные матери. И здесь он говорит, он рассказывает их, типа ее сын Абдулла Азибаев. Это важно, потому что Абдулла Азибаев был халифом. Он объявил халифат и объявил бунт, поднял встание против Амьядов Абдулла Азибаев. Это он важный. То есть Анамат халифа, один из халифов, Абдулла Азибаев. И здесь она говорит, что у нее отец и так далее. И это Асма бенту Аббрак старший на Аиша на 10 лет. Это важно. Это кто? Бену Кафир, Бену Кафир. Какой-то шиит, да? Бену Кафир. Он говорит, что Асма старший на 10 лет на Аиша. Старший Аиша на 10 лет. А чтобы понимать, сколько ей лет, надо знать, когда она умерла, день смерти. Сколько ей лет тогда? Почему? Потому что Асма бенту Аббакра, когда она родилась, она была дочкой Аббакра. Аббакр неизвестен человек тогда. Но когда она умерла, она была дочкой Аббакра, халифа. И она мат халифа Абдулла Азибаев. Она важен человек. Поэтому и день смерти, все знают, день, когда она родилась, никто, никому не интересно было. Понимаете? Давай посмотрим. Есть сколько было лет? Давай посмотрим. То есть она увидела, увидела, или достигла убийства своего сына. Его сын был убит, Абдулла Азибаев. В такой же год. Потом она умерла, после него 5 дней, или 10 дней, или 20 дней. Но в такой же год она умерла. Она умерла. Понимаете? В такой же год, когда умер, или был убит Абдулла Азибаев, его мат умерла. Умерла ей, сколько было? Абдулла Азибаев. Она умерла. 100 лет. Ей было ровно 100 лет. А в каком году она умерла? Чтобы знать, в каком году она умерла, надо знать, в каком году ее сын был убит. Абдулла Азибаев. Мактал Азибаев. Она называет Фиаися. Она в каком году? Это была в 73-й год. Давай посмотрим. Математика, да? Про 73-й год. Она умерла. Асма, как именно Катир говорит, она старше Аиши на 10 лет. Асма умерла в 73-м году, когда ей было 100 лет. Значит, она родилась до Хиджри, в 73-м году, по Хиджри, до Хиджри на 27 лет. Значит, Аиша родилась до Хиджри на 17 лет. Значит, Аиша же женилась, вышла за пророком в 2-й год по Хиджри. Значит, Аиша, когда вышла замуж, ей было 19 лет. Потому что она родилась 17, 17 до переселения, потому что она меньше на сестры, меньше, чем ее сестра на 10 лет, да? 17 до хиджри, плюс 2 в хиджри, значит, 19 год. Ей было 19. Ответ. В этом недоаргументе Ахмада Сартира есть одна большая логическая ошибка. Ошибка заключается в том, что он берет слова Ибн Кефира без изнада, что Асма была старше Аиши на 10 лет и противопоставляет это хадису Аиши, который пришел с доставительной истнадом, что она вышла замуж за посланника Аллаха в 6 лет, а супружескую жизнь начала в 9. Это логическая ошибка. Невозможно противопоставить то, что не имеет изнада тому, что пришло с достоверным истнадом. Вы можете спросить, а почему Ибн Кафир вообще так сказал? Ответ. Это не слова Ибн Кафира. Ибн Кафир сказал эти слова на основе слов Таби-Таби'ина по имени Ибн Биззинат, который первый, кто высказал это мнение. Привел Абу Мухаммад Ар-Риба'и в своей книге Аль-Мунтаха Мин Ахбарил Асма'и, передал нам Ахмад Ибн Саид Ибн Ибрахим Аз-Зухри, передал нам Мухаммад Ибн Абисафуан, передал нам Аль-Асма'и от Ибн Абиззината, что он сказал. Асма, дочь Абу Бакра, была старше Аиши на 10 лет. Это самое раннее, что вы можете найти по этой теме. Теперь вопрос. Встречал ли Ибн Абиззинат Асму? Нет, он был Таби-Таби'ином, и он вообще не встречал ни одного сподвижника пророка. Салла-Аллаху Алейхи Ва Салям. Поэтому его слова не считаются достоверным повествованием, которое обязательно для принятия. Таким образом, то, что сказал Ибн Абиззинат не принимается. Поэтому недостоверно, что Аиши было 19 лет, когда она начала супружескую жизнь с посланником Аллаха. Салла-Аллаху Алейхи Ва Салям. Аргумент номер 5. Ибн Асхак говорит, что Аиша одна из первых, кто принял Ислам. Продолжим. Дальше у нас книга. Называется сироту Ибн Исхак. Это книга неполная. Но часть, которая у нас есть, часть про те, которые первые люди в Исламе. Первые люди в Исламе. Первые, кто принял Ислам, Али ибн Абитали, потом Абубакр Саддиқ, потом Абудар Аль-Гафари. И потом другие мухачры, да? То есть это и люди, которые приняли Ислам. Потом приняли Ислам люди из ну, разные племена арабы, из них так, 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 да, потом Асма бенту Абибакр из самых первых, которые приняли Ислам, да? И Аиша бенту Абибакр, и она была маленькая тогда. И она была маленькая. Некоторые ответили ему, какой-то Ирақ в своем Альфии, написал, типа, он, типа, ошибся, Аиша еще тогда не родилась. Но по хадисам, да, по хадисам она еще не родилась, да? Здесь послание, по хадисам она родилась здесь. А здесь послание, по правильным счетам, она уже родилась, ей было 3-4 года, когда она приняла Ислам, то есть она была маленькая. Это соответствует словами Ибн Асхак в своем сиро, среже на описание послания Аллаха. Это, как мы видим, слова самого Ибн Асхака, который был таби-таби-инем. И он действительно ошибся в том, что он сказал. И мы не обязаны принимать его слова. И мы уже разъяснили недостоверность всех аргументов Ахмада Сартира, которые он приводил до этого. Поэтому, прежде чем говорить, что слова Ибн Асхака соответствуют тому, что он приводил до этого, он сначала должен доказать состоятельность всех своих аргументов. И только затем заявлять, что слова Ибн Асхака соответствуют тому, что он привел. Аргумент номер 6. Аиша помогала при Охуде. А согласно хадисам, ей было 10 лет. А это невозможно, значит, ей было больше. Потом дальше у нас хадисы муслими по номерам 1817. Здесь в хадисе про битва при Бадре. Битва при Бадре была в втором годе Бахиджи. И в этом Аиша рассказывает, что она вышла, и был какой-то мушник и так далее, и они пошли в Байдар. Байдар это 15-20 километров от Медини. То есть, она вышла с ними. Она вышла с ними. Но по хадисам ей было 9 лет. А по второму году Бахиджи по правильному счету ей было 19 год. 9 лет ребенок и что она будет делать на Газу на битва? Она даже не может тащить ничего. Ребенок, ребята, ребенок. Это невозможно. 9 лет выйдет на Газу с посланником Аллаха саламу Раньше были женщины, которые вышли. Кто-то напоил, кто-то ран не хричил, кто-то даже сражался с женщин посланником Аллаха салалаллах А 9 лет невозможно. Из-за этого науи когда у науи есть шарх, есть объяснение, разъяснение на сайхе муслим. Науи что сказал вот этот шарх науи, он что сказал китаб имара и так далее. В этом хадисе комментарий науи говорит то есть возможно Аиша была с муадди муадди а слово муадди это прощающся. То есть она не пошла с ними потому что она маленькая как можно пошла на поход то есть она ничего не умеет делать наверное она из тех которые прощающиеся провожающие то есть она не пошла подвид или она говорит мы были мы были то есть он говорит нет это не мы были а мусульмане были она вообще там не была понимаешь потому что невозможно походи сам 9 лет что ей делать там но если ей было 19 лет она может помочь правильно дальше разума это в третьем год то есть походи сам третий год походи сам ей было 10 лет ей было 10 лет по нашим счетам правильным счетом ей было 20 лет то есть плюс 120 лет 20 лет женщина в битве при ухуде она может помочь но если 10 лет она не может помочь здесь она рассказывает что в тот день при ухуде я увидел как одежда поднимались так высоко что можно было увидеть украшения они носили бурдуки вот это по-русски с водой на своих спинах это тяжело 10 летний ребенок не может это делать и выливали воду в рот каждого из страдавших от жажды людей а потом возвращались и снова наполняли их а потом возвращались и снова поили раненых то есть он увидели то еще они 10 лет не а 20 лет не ответ давайте я перефразирую суть аргументации Ахмада Сартира суть его аргументации такова мне кажется 10-летняя девочка не может носить на спине бурдюк с водой и поить людей поэтому я считаю что Аиша было не 10 лет а было чуть больше на что я отвечу мне кажется 10-летняя девочка если она достаточно вынослива и крепка может носить на спине бурдюк с водой и может поить людей поэтому этот хадис никаким образом не доказывает что Аиша было больше 10 лет предположение мы устраняем другим предположением вот и все аргумент номер 7 хауля предложила пророку саллаллаху алейхи вассалям пожениться на Аиша после смерти хадиджи как это она могла посоветовать пророку 6-летнюю девочку потом хочу сказать это хадис в Мустадрак это хадис тоже в Мустадрак Ахмад пророк когда женился на хадидже он ни на кого не женился пока она не умерла когда умерла хадиджа пришел к пророку или пришла к пророку хауля и хотят ему уточения то есть ты хочешь пожениться то тебе грустно одному и так далее она сказала ты не хочешь жениться а кто хауля умница сподвижница говорит хочешь бикр действенницу или хочешь которая была замуж до этого которая не действенница она дает ему выбор а по-русски а кто бикр действенница она предлагает ему счастлив ибн 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 абу бакр как это возможно понимаешь у порока умерла жена а приходит сподвижница предлагать ему счастливую девочку счастливую это невозможно счастливую а возможно если это ее не счастлив тогда ей было тогда 17 тогда ладно понимаешь тогда ладно потому что в другом хадисе ее было 6 она была тоже и кто-то забронировал ее как может быть кто-нибудь забронировал девушку которая была 6 может быть 17 то есть все эти версии которые в тарихе которая подкреплена другими хадисами что хадис про эфиоби и так далее это невозможно это все невозможно это все ложь и наговор на посланник Аллаха ответ Хауля придя к посланнику Аллаха салла аллаху алейху ассалям дала ему два выбора она имела ввиду о посланник Аллаха если ты пожелаешь и посчитаешь правильным то женись на дочери Абу Бакра ведь он является любимым творением Аллаха для тебя в хадисе так и сказано что Хауля назвала Абу Бакра любимым творением Аллаха для пророка саллаху алейху ассалям то есть Хауля имела ввиду породнись с тем человеком которого ты считаешь любимым творением Аллаха для себя у него есть дочка Аиша она девственница если ты захочешь и посчитаешь правильным женись на ней но если ты хочешь более опытную женщину и которая постарше то женись на Сауде бен Зам'а которая уверовала в тебя и последовала за тобой Хауля не давала пророку только один выбор Аишу а специально еще и упомянула Сауду которая уже побывала замужем и знала толк в бытовой жизни Хауля лишь предложила два варианта а пророк саллаху алейху ассалям уже мог выбрать сам и угадайте что посланник Аллаха саллаху алейху ассалям женился на них обеих одновременно потому что в хадисе сказано что пророк саллаху алейху алейху ассалям послал Хаулю как к Айше так и к Сауде поэтому что невозможного увидел в этом хадисе наш рафидит я так и не понял как мы видим у рафидитов нету ни одного веского довода против тех достоверных хадисов которые гласят что Аиша было 9 лет на начало ее супружеской жизни с посланником Аллаха саллаху алейху ассалям нету так же никакого повода обвинять саму Аишу во лжи ауузу билля ауузу билля или же считать все эти хадисы недостоверными эти хадисы являются достоверными и неоспоримыми а все что противоречит этим хадисам как раз таки не выдерживает никакой критики ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату и ассаляму не посланник но ассаляму 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 Продолжение следует...